К другим темам всей 20-летней истории своей работы компания Евросервис доказывает, казалось бы, очевидное. Стабильно положительная динамика и развитие возможны лишь там, где культивируют системный и комплексный подход к работе. Особенно заметна эта динамика в последние четыре года, когда справа от левобережного кладбища стали появляться сначала производственные помещения, затем залы прощания и галереи. Комплекс, включающий в себя в том числе православный храм, изначально проектировался так, чтобы не обременять посетителей лишними хлопотами. А с окончательной отделкой храма всех святых, все пространство вокруг приобретет законченный архитектурный облик, как и положено комплексу. Православные церкви некрасивыми быть не умеют. И даже без чистовой отделки храм всех святых, он же первый кладбищенский храм, привлекает взоры тех, кто едет мимо или пришел в Евросервис по печальным хлопотам. Полным ходом идут как внутренняя отделка помещения, так и внешнее убранство. Сейчас руководитель Евросервиса Евгений Могулевцев показывает, как и где будут установлены иконы на внешнем периметре церкви. Икон снаружи будет много. Переходя от одной к другой, человек совершит крестный ход вокруг храма. Подавляющее большинство строительных и отделочных работ здесь ведут собственными силами, в том числе важнейшую часть любого православного храма – алтарь. Это мастерская дизайнеров компании, которые сами разработали проект алтаря и уже приступили к производству отдельных его элементов. Конструкция сама по себе около 4,5 тонн веса. Чтобы фанеру, грубо говоря, не сгибать под таким весом в 4,5 тонны, мы заставляем ее собирать из модулей. Модули как конструктор лего, по сути. Согласитесь, мало кто из нас видел, как делают церковный алтарь. В руках у Алексея один из его элементов. По соседству мерный игул станков с программным управлением. Детали должны подгоняться друг к другу идеально, иначе поведет всю конструкцию. Готовый алтарь и храм – вопрос хоть и ближайшего, но будущего. Чтобы описать происходящее в Евросервисе прямо сейчас, достаточно одного слова – спокойствие. Все подразделения компании работают как хорошие часы, не спешат и не отстают. А еще здесь никогда не произносят слово «труп». Вы никогда не задумывались, почему его называют покойным, потому что ему уже некуда спешить, он уже успокоился. Это интервью записывалось в самом большом зале прощания ритуального комплекса. Зная точно, какое горе постигло остающихся в этом мире, даже логистику в компании выстроили таким образом, чтобы минимизировать и горе, и хлопоты с проводами связанные. Так, пообщавшись с менеджерами, пройдя без спешки по галерее с погребальной атрибутикой, посетитель здесь же может спокойно посмотреть интерьеры любого из четырех залов прощания. Заметим, не имеющих аналогов ни в ближайших регионах, ни даже в столицах. Отпевание покойного будет происходить как в залах, так и в храме по мере его готовности. Весь наш похоронный комплекс заточен на то, чтобы здесь все было спокойно и гармонично. Чтобы человек, приходя сюда, мог спокойно выбрать, спокойно посмотреть, спокойно пройтись, выбрать то, что ему нужно. Не надо никуда спешить. Потому что самое страшное уже произошло. И если где-то вас просят или даже требуют побыстрее подписать договор и провести оплату, впрочем, это уже другая тема, к которой мы обязательно вернемся. Павел Зайцев, Игорь Гурьянов, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.